Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня у нас с вами прямой эфир по просьбам трудящихся. И сегодня мы поговорим с вами о том, как стать тем человеком, которым ты хочешь стать. И не думайте, что сейчас будет какая-то банальщина. На самом деле нет. На самом деле будут очень важные, крутые штуки, которые я практикую не только в контексте своей жизни, но которые я рассказываю сейчас своим детям. Мне кажется, что частично вы тоже мои дети. И вообще у меня сейчас есть такой потрясающий тренер. Я думаю, что это тренер, наверное, для всех вас в том числе, потому что она задает ход моим мыслям, задает ход вообще развитию и пониманию моему, что нужно сегодня давать в мир, что нужно брать для себя и вообще, что нужно. Я сейчас говорю о своей младшей дочери Еве, потому что вот только что буквально мы с ней ехали и разговаривали с ней о ее тренировках, потому что у нее сейчас ежедневные тренировки происходят. Вот. Для девочки 6 лет достаточно много, но тем не менее я все время задаю ей один и тот же вопрос. Тебе как? Тебе нравится или тебе не нравится? Мне очень важно, чтобы в ребенке, не дай бог, не включилась история про то, когда, знаете, соответствовать ожиданиям родителей, чтобы родители не были разочарованы, потому что многие из нас прошли эту программу, но благо не отъем рассказывает мне, значит, о том, как она решилась, как она, почему она выбрала танцы, а почему, вот помнишь, мы ходили куда-то таким-то раздеваться, то будет жарко, почему мы там ходили куда-то, там мне не понравилось, а здесь мне понравилось. То есть я понимаю, что это осознанный выбор ребенка. И вот сегодня у нас с ней зашла речь, вообще я не знаю, как она тренируется, честно говоря, так много каждый день и по вечерам. Самая большая для меня личная проблема – это вечер. Почему? Потому что ты с утра встал, в 7 утра в школу, отфигачил, вот приехал там, ну, короче, у тебя движняка к вечеру, даже если ты ничем не занимался, ты уже устаешь. А что говорить о том, если ты чем-то занят? Но не стоит забывать о том, что дети имеют потрясающий ресурс, на самом деле мы его тоже имеем. Вот этот внутренний энергетический ресурс, который имеет свойство разжигаться, как наш аппетит. Помните, не хочу есть. Начинаю есть, и появляется аппетит. Мы все знаем эту фразу – аппетит приходит во время еды. Вот у меня называется болтовня приходит во время разговора, энергия приходит во время разговора. То есть я каждый раз думаю, о чем я сейчас буду говорить. Я включаю камеру, вне зависимости от того, если это эфир или это просто запись, и все. И у меня как бы идет движуха такая, мне очень хорошо становится, чувствую прилив энергии. То же самое в нас. Для того, чтобы у нас было больше энергии, нам необходимо больше действовать. То есть не больше отдыхать, а больше действовать. И в детях это работает потрясающе круто. То есть когда вы говорите себе, что, например, я берегу своего ребенка, у него должно быть детство, вот поверьте, ваш ребенок всегда возьмет свое детство оттуда, откуда ему нужно. У него еще дофига энергии, дофига сил. Замечали ли вы когда-то по себе или по своим детям, когда вам кажется, все, нету сил, сейчас я приду и упаду, в итоге вы пришли домой, еще 4 часа пропрыгали. Вот, в каком-то бешеном там или что-то произошло, и все, у вас появился заряд энергии. Мы себя, нам свойственно себя жалеть. Нам свойственно все время себе говорить, ой-ой-ой, это уже слишком много. И мы так сильно привыкаем вот себя жалеть, побольше поспать, побольше отдохнуть, всего побольше, что в результате становимся неэффективными, неэнергичными, мы не нравимся себе, нам не нравится наша жизнь. И мы как-то понимаем, что наша жизнь, так мягко говоря, на троечку, знаете, вот такая какая-то жизнь, на троечку, нудная жизнь. И мы начинаем по этому поводу страдать, естественно, вибрировать на всех этих частотах вот этого вот страдания, и в итоге начинаются болезни и прочие хрени. Но речь не об этом. Речь о том, что мы ехали с Евой, и я задала ей вот этот вопрос, как тебе, нравится ли тебе тренироваться, что происходит там. У нас недавно с ней была такая ситуация, когда она вышла с тренировки, и тренер сказал, работала плохо. И она мне начала говорить, мама, я устала, ля-ля-ля. И, видимо, она попала на какое-то мое настроение, когда я ей сказала, раз ты устала, значит, мы заканчиваем. Мы заканчиваем с танцами. Я сказала ей, дочь, прости меня, пожалуйста, наверное, я действительно тебя перегрузила, я не хотела этого, у меня не стоит задача тебя перегрузить, поэтому мы с танцами закончили. Или давай мы оставили только танцы, мы закончили с индивами, потому что у нас такая нагрузка именно за счет того, что мы очень много тренируемся индивидуально. У нее была истерика серьезная, и я позволила эту истерику подкрутить. Подкрутить не уменьшать, то есть не успокаивать ее, а просто дать ей прорыдаться. И в этот момент она очень начала говорить, как она сильно любит танцы, как она не может без этого жить, как она счастлива, что я ее вожу туда, как она счастлива, что у нее столько тренировок. И мы с ней договорились, что она танцует до тех пор, пока у нее это не выключается. То есть если происходит момент, что она на тренировках не хочет тренироваться, то мы заканчиваем это в этот же миг. И сейчас ни одной жалобы со стороны Евы на танцы, на ее усталость, на ее состояние не поступает. И вот мы с ней едем, обсуждаем что-то в очередной раз. Она очень такая болтливая женщина. И мы говорим что-то о чемпионах. О чемпионах, о тех, кто выигрывает. Она говорит, я хочу быть чемпионкой. И я ей рассказываю про девочку, с которой я познакомилась, с которой ей 10 лет. И она чемпионка мира в каком-то там виде латинских танцев. И она, я Еве об этом говорю. И Ева такая, раз, ну знаете, типа не 20 лет, 20 лет, когда тебе 6, это никогда. А 10 лет, это близко. Сестре 9 лет. То есть это уже какое-то такое понимание того, что это происходит. И она мне говорит, мама, а как стать чемпионкой, кроме как тренироваться? И это как раз то, что послужило для меня сделать именно этот эфир. Как стать тем, кем ты хочешь? Я ей сказала очень простую штуку. Я ей сказала, Ева, вот если бы ты сейчас была уже чемпионкой мира, вот сейчас, как бы ты шла в зал, позволила ли бы ты себе прийти на тренировку и работать плохо? Она говорит, ну нет, ну я же чемпионка мира, я не могу себе такого позволить. Я говорю, позволила бы ты себе быть не в настроении? Она говорит, нет. Я говорю, позволила бы ты себе проиграть турнир, сдаться, только потому что ты устала и подумала, да ладно, расслаблюсь уже на четвертом танце, ничего страшного, я и так молодец. Она говорит, нет, конечно. Я говорю, вот это и есть ключ. Потому что если ты прямо сейчас приступишь к своим тренировкам так, как будто бы ты уже чемпионка мира, то ты непременно ею станешь. Потому что до тех пор, пока человек говорит, я буду вести себя как и дальше его мечта, чемпион мира, или там супер гуру, или очень успешный предприниматель, или супер успешный родитель, когда им стану, то ты никогда им не станешь. Потому что до этих пор ты будешь вести себя как тряпка дешевая, которая жертва этой жизни, об которой все вытирают ноги. Потому что до этих пор ты еще не чемпион, ты еще можешь поныть, ты еще слабак, тебе себя жалко, ты сегодня не хочешь, у тебя дождь, а завтра у тебя еще какая-то хуйня. И у тебя постоянно что-то происходит. И вот вы должны это осознать, что для того, чтобы кем-то стать, первое, надо понять, кто ты, кем ты хочешь стать. И второе, это начать вести себя так, словно ты уже этот человек. Прежде всего, эмоционально, прежде всего, перестать ныть, перестать жаловаться. Люди часто говорят, я хочу стать богатым. А что ж ты ведешь себя как бедная быдла, прости меня? Что ж ты, блин, весь обблеший? Ты что, руки помыть не можешь? Что ж ты все время обсуждаешь богатых людей? Что ж ты все время на ценнике пялишься и ругаешься? Неужели, неужели, богатые, если бы ты был богат, ты бы так себя вел? Ты ведешь себя как бедный, поэтому ты бедный. Ты ведешь себя как обычный, второсортный. На канале ТНТ кого показывают? Господи, я не знаю. Ой, господи, люди, перестаньте смотреть этот бред, шлак. Если ты второсортный сам по себе, то ничего у тебя не получится. Ну вот, кстати, давайте обсудим проект, в котором я снималась, который сейчас показываю, да, там на каком-то канале. История очень простая. Каждый, ну, было в две девочки, которые доказывали, что их жизнь не такая плохая, как она есть на самом деле. И вот человек может убедить себя в чем угодно по факту. Он может себя убедить в том, что бедность это нормально, это не главное. Мы всегда ставим себе за то, но. Я бедный, но зато честный. Я толстая, но я родила. Я и так далее, и так далее. Послушайте, если кому-то режет слух, то идите в какое-нибудь другое место. Вот я терпеть не могу, когда мне кто-то рассказывает, что мне делать. Вот это мой эфир, мой инстаграм, моя машина, мой рот и моя речь. Мне нравится так говорить, я люблю так говорить. Вот я же вам не говорю, возьмите, пожалуйста, мне ваш рот не нравится, или ваш глаз, зашеите его, мне режет этот взгляд. Научитесь принимать людей такими, какие они есть. Если вы не можете принять, вы можете нажать кнопку выключиться. Вот это еще один момент. Начинайте всегда с себя самого. Ну, я вот такая. Вот полюби меня такой, какая я есть, или не люби. Это твой личный выбор. У нас сегодня с вами есть очень простое решение всегда от кого-то отключиться. Давайте вернемся все-таки к теме. Еще раз. Для того, чтобы вы могли совершить какой-то шаг, первое, вам необходимо понять, куда этот шаг должен быть. Так называемая точка B. Каким я хочу быть? Чего я хочу? Кто я? Тот, кем я хочу быть. Люди очень часто говорят о том, что я, ну, не я, а про себя. Я живу не своей жизнью. Я не такой. Мне не нравится. А что тебе нравится? Это очень важный, очень важный момент. Что тебе нравится? Чего ты хочешь? У меня нет времени на это подумать. Это бред. Это говорит о том, что у вас, не то, что любви к себе нету, не уважения, ничего нету. Как это? Вы же никогда не выходите, я надеюсь, из дома и говорите, пойду куда-нибудь, куда глядят глаза, а вось что-то там найду. Не, ну, такой денек может быть, конечно, когда вы пошли погулять, но это же не ваша жизненная стратегия, а у многих вот такая жизненная стратегия, просто реагировать на происходящее. То есть, я вышел, идет маршрутка, я сел в маршрутку, вот так это приблизительно в вашей жизни выглядит. Тут я вышел, кто-то мне говорит, давайте перейдем на правую сторону, вы перешли. Это глупо. Вы должны знать свой путь, вы должны быть ведущим в своей жизни, понимать, куда вы хотите, и для этого необходимо время какое-то вам, чтобы разобраться. Это первое. Важно понимать, кем я хочу быть. Второе. Важно понять, вот в том, кем я хочу быть, если это часто бывает, просто какая-то профессия или действия. Я хочу быть первым, каким я хочу быть. Это будет определять количество ваших усилий. Смотрите, если я хочу ходить на танцы или на гимнастику, то я могу ходить туда и заниматься в свое удовольствие. Столько времени, сколько мне нравится. Три раза в неделю по часу. А если я хочу быть чемпионом, то тогда эта стратегия не подходит, потому что не бывает чемпионов, которые тренируются три раза в неделю по часу. Таких чемпионов не существует. Хоть медитируете, хоть не медитируете. Вы должны это осознавать, что когда у тебя есть цель первая, ты одержим целью. Вот моя Алиса просыпается утром, и она, если это выходной, она просыпается и сразу надевает форму и делает себе прическу гимнастическую, начинает тренироваться, потому что это ее жизнь. Она мне каждый день сейчас говорит, это моя старшая дочь, мама, я хочу, отдай меня, я хочу учиться в школе, где гимнастика. Я хочу, точнее, я не хочу учиться в школе, я хочу быть на гимнастике с 8 утра, вот так вот скорее. То есть человек одержим тем, что ему нравится. Если не можешь понять, если ты не можешь понять, то, скорее всего, ты не пытался этого сделать. То есть, первое, тебя сильно заглушили в детстве, второе, ты сейчас не занят этим. Смотрите, вот раньше была такая интересная вещь, что для того, чтобы человек получил какую-то профессию, он что делает? Он, короче, начинает получать высшее образование. Помните? Я, когда была работодателем, ко мне приходило большое количество людей устраиваться на работу, и эти замечательные люди все время говорили о том, что вот я закончил, получил высшее образование, одно, второе, сейчас получаю третье, решил попробовать себя кем-то. Вот сейчас вы должны понимать, что эта стратегия дурацкая. Сегодня есть курсы всего, чего хочешь. И ты, как взрослый человек, составляешь для себя список всех тех пунктов, которые тебе хотелось бы попробовать в жизни. Кем бы я хотел попробовать быть? Есть даже бесплатные курсы, и ты начинаешь себя тестить. Если у вас стоит задача понять, то вы это очень быстро начнете тестить. Если у вас такой задачи нет, и вам просто нравится говорить о том, что это как мужчина, который говорит, я не могу найти работу, сейчас в стране нет работы. Сознаете таких мужчин? Нет сейчас в стране работы. Вот жена его говорит, блин, сидит без работы, нет сейчас работы, реально никто не берет. Вы вообще о чем говорите? Алло. Вы говорите о том, что мужику удобно быть без работы. Он понимает, что он без работы, ему есть что пожрать и есть где поспать. И его это устраивает, и что его жену это устраивает. Все на самом деле просто. Поэтому вы не можете понять, Марина, потому что вы не ставили себе такую цель. Если бы вы себе ее ставили, вы бы двигались в этом направлении однозначно. Тем более существует как в такой логический момент, так и момент медитационный и так далее, в котором тоже можно разбираться. Когда вы ставите себе такую цель, вы достаточно быстро, близко понимаете. Все равно вы можете сразу же убрать очень много вещей, которые вам точно не нравятся, и к чему у вас нет ни навыка, ни наклонностей. Вот и все. Поэтому не особо в это верю. Поэтому далее, давайте двигаемся дальше. Когда вы определяете, кем вы хотите быть, по крайней мере, вы же должны понимать, что это не ваша жизненная стратегия, это ваша стратегия сейчас. Помните, когда вы влюблялись в мальчика или в девочку? Вот, спасибо, Марина, что вы не обижаетесь. Я все время иногда переживаю, что люди обидятся. Помните, когда в детстве вам нравился мальчик, ну в каком-то возрасте? У вас была стратегия сделать так, чтобы этот мальчик что-то там, чтобы вы ему понравились, чтобы он предложил вам встречаться, чтобы он вас на дискотеке пригласил на первый танец, отбить его у девочки. У вас была очень четкая жизненная стратегия, куда вы полностью всеми усилиями прикладывались. Это так называемая точка усилий. Помните? Поставьте мне сердечки, кто такое помнит. Когда ты просто вижу цель, не вижу препятствий. Мне сильно нужен этот мальчик, и все. Я вот все сделаю, чтобы этот мальчик. Я могу похудеть, потолстеть, петь, танцевать, научиться брейк-дансу. Мне похлин, я вижу мальчика, не вижу препятствий. Может быть, я одна такая, конечно, я догадываюсь, что возможно. Но у меня было так. То есть я, если у меня объявлялся какой-то объект моего внимания, то пиздос ему наступал. Я прямо сама ему сейчас сильно сочувствую. Вот, потому что вот так вот, вот с таким напором. И я, в принципе, по жизни всегда такая. То есть если я вижу цель, которая мне нужна, я действую так, как будто бы это, знаете, вот последняя цель моей жизни. Недавно мы ржали на тему последнего кусочка. Знаете, как женщины всегда любят есть у мужчин, да? Ну, я думаю, девочки это понимают. Но я очень люблю что-нибудь отгрызать. И вот ты ешь, например, вернее, он ест. Ты же не хочешь есть, естественно. Ты не хочешь. Или ты уже свое съела. А он ест. И ты смотришь на этот последний кусочек, значит, и он не дает тебе этот последний кусочек. И вот недавно мы были в Макдональдсе с детьми, с Сережей, и он ел, и я ему говорю, дай последний кусочек, и он не дает мне последний кусочек. И я, короче, его выбила у него. Он весь был в майонезе, в кетчупе, я просто его выбила. И я ему сказала такую штуку, и это говорю, кстати, всем, что если вот последний кусочек, когда ты ешь, ты всегда должен помнить обо мне. Потому что если ты не отдашь мне этот последний кусочек, тебе же будет хуже. И говорю такое. Представь себе, мы все смотрели фильмы с американским футболом, когда они, помните, в этих больших шлемах несутся с такими... И в живот, короче. И я говорю, вот ты должен помнить, когда ты просто держишь в руках и что-то доедаешь, что сейчас, если ты не отдашь мне этот последний кусочек, даже если я в другой комнате, то я буду мчаться, я никогда тебе этого не прощу, я буду мчаться и выбивать у тебя этот последний кусочек, и ты, прости меня, все отдашь. Вот я тебе просто буду в живот, у тебя все будет фонтаном идти. Но последний кусочек я тебе не отдам. Вот такая страсть у вас должна быть к тому, кем вы решили стать на этот момент, сегодня. Пусть сегодня вы решили стать... Ой, сори. Пусть вы сегодня решили стать каким-то там чемпионом. Завтра ваша жизненная стратегия может поменяться. Может, завтра вы проснетесь, и вам вот этот мальчик или мужчина, он будет вообще неинтересен. Но он уже будет, знаете, там к вам со слюнями там весь... Вот, а ты будешь говорить, да пошел вон отсюда, фу, вообще-то мне неинтересен. История про то, что когда я хочу сегодня, я отдаюсь этому полностью со всем рвением. Вот тогда ты становишься чемпионом. Это привычка. Сегодня Алиса, моя старшая дочь, у меня, видите, все на базе детей строится, приходит и говорит, что у нас сегодня были соревнования эстафеты. Восемь эстафет, и была команда мальчиков и команда девочек. И говорит, я была капитаном команды девочек, мы восемь раз выиграли. Я говорю, как ты это объяснила? Она говорит, сказала привычка. И я говорю, Алиса, это отличное объяснение. Она говорит, мама, ну я привыкла выигрывать. Я говорю, это прекрасное объяснение. Привычка выигрывать, это шикарно. Точно так же привыкайте, что если вы за что-то беретесь, то вы здесь должны быть номер один. Тогда у вас будет страсть, тогда у вас будет энергия, тогда у вас не будет усталости, тогда у вас будет кайф такой, понимаете? И пусть завтра вам это будет неинтересно. Вы будете это бросать и начинать новое. Это тоже норм в поиске себя. Ну, если вы не постоянно, конечно, такой. Но, тем не менее, страсть – это ключевое. Это ключевое. Что должно быть? Поэтому Еве я сказала, что если ты хочешь на самом деле быть чемпионкой, то ты должна себя чувствовать чемпионкой, олимпийской, какой угодно, мировой, классической. Сегодня. Сегодня. Ты должна вести себя так, словно ты она. Так относиться к своему делу. Так относиться к себе, к своему инструменту, потому что твое тело – это твой инструмент. Укладывать его спать вовремя, не наедать его чем-то, потому что ты понимаешь, что это твой инструмент, потому что ты знаешь, кто ты, какого поля ты ягода. И это очень и очень важно. Это касается всего отношений, чего бы то ни было. Если вы хотите стать классной супер-женщиной, которая привлекает супер-мужчину, или наоборот, то становитесь этим человеком сегодня. Сегодня рассматривайте как, то, как вы разговариваете, то, как вы выглядите, то, способно ли это привлечь, способно ли это притянуть, такой ли вы себя представляете супер, какой вот вы являетесь на самом деле. И начинайте это подтягивать, потому что по-другому нет. Мало того, это мы сегодня с вами не говорим о вибрации, да, а теперь давайте представим, мы уже с вами знаем, что наши мысли обладают некой энергетической вибрацией, в зависимости от того, какая это мысль. Если эта мысль грустная, серая, негативная, связанная с проблемами, болезнями, и вообще с ощущением себя говна, это очень низкая вибрация, которая притягивает подобные вещи. Ну и соответственно наоборот. А теперь представьте себе, когда вы понимаете, что вы лузер, вы себя чувствуете лузером, вы идете на работу, в свой бизнес-проект, на тренировку, как лузер, и надеетесь, что вы будете очень долго работать, и наверное, но это не точно, но возможно, когда-нибудь вы станете чуточку лучше. Как вы считаете? Есть вопрос, почему не получается? И при этом, да, ваша энергетика, понимаете в этот момент, что вы распространяете? Я лузер, у меня сегодня все галима, но возможно когда-то, в каком-то периферическом, непонятном, абстрактном будущем, это может произойти. И то, когда вы идете с настроем победителя, да, сегодня я не чемпион, но я чемпион внутри уже, я уже внутри выиграл, я иду с этим настроем, и я буду идти до конца. Я всегда своим дочерям говорю, и себе в том числе, учись играть в долгую, потому что спорт, бизнес, жизнь, это не сегодня. Сегодняшний результат не имеет никакого значения по сути, потому что ты каждый день его должен доказывать. И вот есть такие люди, это как бег на дистанцию, знаете, которые быстрее всех стартуют, и может быть 100 метровку пробегут быстрее всех, но 30 километров они не пробегут, они спринтеры, они сдохнут. Так вот, ты должна работать так, чтобы помнить, что да, ты можешь сегодня перетренироваться, тренироваться целый день, и завтра у тебя сломается сустав, потому что он этого не выдержит. Ты можешь очень много этому отдавать, прям всю себя отдавать, и послезавтра, когда у тебя не будет никакой другой жизни, у тебя сломается мозг, он скажет тебе, блин, подожди, ты не видишь другой жизни. Нужно готовить себя в долгую, в длинную, нужно делать так, чтобы ты мог бежать долго, создать для себя такие условия, при которых ты каждый день двигаешься к своей цели, каждый день наполнен, но при этом не перегораешь. Потому что, когда вы, вот приходят люди ко мне на рерайтер жизни, говорят, я вот столько медитаций у вас, я в день успеваю делать только три, а у вас их 10. Нельзя-то. Одна и хорошо. Не делайте. Вот все время пытаемся, это как прийти в зал, да, типа я хочу прокачать сразу все мышцы и сразу же, чтобы они у меня просохли, а на следующий день ты не встаешь, у организма идет перезагрузка, летят какие-то мышцы и так далее. Так нельзя. Во всем должен быть очень грамотный подход и понимание того, что моя задача выйти на результат, на стабильный, классный, растущий результат. Для этого я должен делать это стабильно, регулярно, но в том объеме, который не позволит мне сломаться, внутренне в том числе. Потому что вот эти вот качели энергетические, такие даже эмоциональные, да, ваши, когда вы, ааа, такой подъем-подъем, потом, ааа, блин, все, все говно, вообще все это не работает, так нельзя, так нельзя. То есть важно свой мозг подготовить к длительной дистанции, понимать это, что у меня такая цель, я хочу ее, я буду идти в том темпе, достаточно быстром, чтобы обгонять других, но не таком быстром, который позволит мне быстро устать и сойти с дистанции. Здесь очень важно рассчитать скорость, потому что побеждает не самый быстрый, да, побеждает тот, который может совместить себе и хитрость, и расчет, и скорость, это важно, вот это идеальная гармония, если мы говорим о каких-то длинных дистанциях. Очень люблю свои монологи, прям вообще считаю, что я такая молодец, но мне было бы приятно, если бы вы какие-то вопросы тоже задавали, иначе будем заканчивать эфир, потому что, потому что. Вот, спрашивайте, если вам что-то интересно на эту тему, ну, или может на какую-то другую, тоже спрашивайте. Так, я пока смотрю, ничего я тут не пропустила, нет, тут утешали меня, не обращайте внимания, потому что, как можно не обращать внимание на комментарии, это же святое, это же самое интересное, обращать внимание на комментарии, это же так классно, когда кто-то хочет что-то тебе сказать, научить тебя чему-то разумному. Так, вот, нет, нет вопросов, можно еще присоединиться к чему, к вопросам, или к чему. Как правильно рассчитать дистанцию по накоплению авто? Не поняла вашего вопроса. В марафоне будет про денежки, в рерайтере жизни будет про все, а про денежки отдельно будет тоже отдельно. А вообще, рерайтер захватывает все сферы, конечно. Иду на рерайтер в декабре, жду с нетерпением, о, здорово, да. Но сегодня стартовали, кстати, продажи декабрьского рерайтера жизни. Коронавирус убил все, что было слабым, помог вырасти всему сильному. Согласны? Я не думаю, что дело в коронавирусе вообще, как бы не привязываясь к этому. Я считаю, что тенденция такова, потому что, вот если вы слушали мое видео про вибрации шума на вибрации земли, то как бы тенденция такова, что мир очень сильно меняется. Частота колебаний нашего земного шара, нашей земли, очень меняется. И люди с низкими вибрациями, люди, которые находятся в негативе, начинают сильно болеть и умирать, именно потому, что больше с... Можете просто загуглить и почитать вибрации земли. Люди просто не выдерживают. То есть частота начинает не совпадать. Органы начинают неправильно работать, отказывать. И в связи с этим происходит то, что происходит. И, кстати, заметьте, не зря люди задыхаются, да, при манее. Не зря проблемы с легкими. Люди не могут, не могут это в себя поглотить, не могут это в себя взять. Поэтому, если вы не развиваетесь, это касается всего бизнеса, людей, ну, бизнес это и есть как бы люди, безусловно, это все чахнет. Но у меня сейчас просто неимоверное количество вокруг людей, которые просто расцветают, просто расцветают. И такого давно не было и в моей жизни в том числе. Расцвет идет, вот такой, знаете, со всех сторон расцветаешь. Поэтому, очень крутое время. очень крутое время, на самом-то деле. Так, стоит ли сдавать на права, если пока нет машины? Ну, а при чем здесь одно к другому? Ваш навык водить машину, и машина это разные вещи. Поэтому навык, конечно, я сдавала на права, у меня не было машины. Когда я сдала, у меня появилась очень мощная мотивация, пока я вот водила, все трогала, появилась очень мощная мотивация взять машину. Стоит так, это я ответила, что к марафону. Как правильно рассчитать дистанцию по накоплению авток марафона? Я не поняла вопроса. Если у тебя цель квартира, как не перегореть? Вы понимаете, вопрос не в цели. Вы должны понимать, что вы получаете ровно столько, насколько ваш внутренний, вот такой энергетический, не знаю, как это правильно сказать, внутренняя энергетическая воронка способна вам дать, вместить. То есть, если вы еще мелко мыслите, если вы еще человек, который находится все время в низких каких-то вибрационных моментах, вы не способны притянуть себе квартиру, деньги, вы ничего не способны притянуть. Пока вы не измените мышление, вот вы должны понимать, что все, что вы способны были притянуть, вы притянули, вы имеете сейчас. Вот этот вы, который есть сегодня, он равно тому, что у вас сегодня в жизни есть, по всем пунктам. И если вы хотите что-то большее, то вам нужно стать кем-то большим, понимаете, прежде всего вот здесь. Поэтому вот эта цель в отрыве от производства, больше я этим не занимаюсь, потому что люди поэтому и разрывались, потому что ты не в состоянии, тебе еще это не дано, ты должен измениться, должна измениться твое мышление, должен измениться твой уровень ответственности, который ты берешь, уровень ценности, который ты даешь. То есть, это развитие человека, человек не может просто так ни с чего заработать деньги, если вы их получите, это история про все лотереи, которые были в мире, вы их получаете, и вы потом точно так же остаетесь без этих денег, потому что вы не готовы внутренне для этих денег. Вот и все. Как не перегорать и привести тело в идеал? У вас классное название, лимон кукери, я думаю, что вам надо перестать печеньки жрать, скорее всего, ну это в шуточку, если говорить по поводу, это для меня очень странный вопрос, но ведь вы же все знаете ответ, как достичь красивого тела. Ну, я не понимаю даже, зачем люди ходят на какой-то марафон, ну там еще методологию получить, окей, но вы же все знаете, что нужно для этого делать, меньше жрать, больше заниматься. Взяли тренера по питанию, взяли тренера по занятиям, все, все очень сильно просто. Вот у меня проблема, например, с суставами началась, с мышцами, короче, зажато все. Я долго сама пыталась что-то там делать, куда-то там ходить, в итоге просто пошла к ребятам в реабилитационный центр, выполняю специальные упражнения, они мне делают специальные массажи, ставят мне специальные штуки. Я взяла тех людей, которые в этом разбираются хорошо, и все. Поэтому вам точно не у меня надо вопросы спрашивать, а просто пойти к тем людям и быть готовым это делать. Вы должны понимать, что делать придется вам все равно. Часто говорят, что деньги не могут быть целью, а я понимаю, что деньги дают возможность, что это средство. Как вы относитесь к цели иметь очень много денег? Значит, смотрите, сами по себе деньги не обладают энергией, с одной стороны. Обладает энергией то, что вы хотите приобрести за эти деньги. Поэтому изначально очень важно определиться, чего вы хотите в жизни. Почему мы в рерайтере жизни пишем не сумму денег, которую мы хотим получать, а мы пишем, что мы хотим в деталях. Потому что мозг на слово деньги реагирует, как на бумажки. Для него это ни о чем. А вот то, что стоит за этими деньгами, та жизнь, те эмоции, те ощущения, которые вы вкладываете в свой дом, в свою машину, в свои путешествия, это совсем другое. Поэтому ваша задача изначально иметь цель не денежную. Вам нужно понять, для чего вам. тогда у вас будут правильные вибрации, и вы уже дальше сможете разбираться, каким образом притянуть это богатство. Через что? Естественно, что это идет через деньги. Но сами деньги, как цель, действительно, не особо рабочая штука. Самое большое наслаждение в этой жизни в плане физики и ментала. Откуда я знаю? Откуда я знаю, какое самое большое наслаждение для вас? Это же очень индивидуальный момент. Для меня самое большое наслаждение это целовать своих дочерей, например, или лежать в объятиях своей семьи. Ни с чем не сравнимая штука. Я точно знаю, что я отдала бы все деньги мира для того, чтобы у меня это было. И я это очень ценю. Большое наслаждение, когда у тебя есть руки, которыми ты можешь себя трогать и держать, и гладить, потому что я вижу людей, у которых или нет рук, или у человека рука так согнута, что он не может ее к себе притянуть. На самом деле, наслаждение, оно в простом. Но для меня наслаждение это рост, это развитие, это вот требует, например, моя душа. Это не машина новая, нет. Это вот этот момент понимания того, что я двигаюсь, я расту, я живу, я могу что-то дать другим людям. Вот важно искать в этом, понимаете? Это кайф, но мы все равно сдохнем без этого, понимаете? А какой-то жизненный опыт мы однозначно получим и пойдем с ним дальше. И вот какой жизненный опыт тебя пытает, где тут твоя ценность, что здесь для тебя важно? Вот это дорогого стоит, как по мне. Как правильно рассчитать время силы по накоплению на авто и как поступать в те моменты, когда уже все, блин, ничего не хочу, ничего не выходит? Нету такого, чтобы рассчитать время силы по накоплению на авто. Не имеет никакого значения накопление на авто, пока вы не понимаете, кто вы, что вы и каким образом вы в этот мир проецируете, точнее забираете деньги, каким образом, то есть что вы отдаете миру, чтобы он отдал вам эти деньги. Вот понимаете, это же абсолютная такая история. Вы, может быть, работаете на работе и вы в месяц зарабатываете 50 тысяч долларов, вот у вас математика, а может быть, у вас ноль полный и вы каким-то образом собираете на авто. Вы, значит, не готовы еще к этому авто. Авто же, это не только история про купить. Авто это про история содержать, обслуживать, заправлять. Вот я заправляю на 100 долларов у меня бак, обслуживание там 1000 долларов, там 500 долларов в зависимости от того, что меняется. Сейчас включим свет. Вот, вы должны понимать, что, ну, это разная штука. Для того, чтобы к вам приходило то, чего раньше не приходило, история про то, что я буду жить так, как жилы, как бы накопить, я про это не знаю. Я знаю, что нужно развиваться и меняться. И технологии, вот я не знаю, например, я хочу себе новый Porsche Cayenne, да, я его уже посчитала, он же у меня есть во всех моих проекциях, в голове, на бумаге, везде. Но пока у меня его нету. И сказать вам, вот когда он точно появится, я не знаю, но я знаю, что он точно появится, вот это точно. И по сути, когда это знание приходит, я уже себе, ну, я понимаю, что это произойдет, и все. И мне не важно, там, по сути, это произойдет через месяц или через 5 месяцев, или через 6 месяцев. Это произойдет. И я в эту сторону развиваюсь постоянно. Так, 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 так. Сегодня интересно одно, завтра другое, а послезавтра третье, результаты ничего. Почему так? Опять-таки, у вас нету такой, ну, на самом деле, такой цели. Я вот знаю, что когда такая цель на самом деле появляется, вот такая, знаете, естественное такое желание, то ты находишь очень быстро. То есть, ну, представьте себе, что если бы вам сказали, там, что у вас заберут кислород, то есть вы за неделю не определитесь, вы бы стали действовать гораздо быстрее. Нам всегда необходим какой-то дедлайн, и большинство людей сами не в состоянии себя придушить. Почему люди приходят на марафоны, к тренерам? Им важно, чтобы кто-то их придушил и поставил в рамки. Вы знаете, смешная штука. Я сейчас создаю новый тренинг, и самое сложное для меня в этом тренинге писать, уже какое-то ощущение было странное, самое сложное в этом тренинге для меня писать медитации, потому что они такие серьезные, глубинные, и на это нужно настроиться на период времени большой, когда тебя никто не отвлекает, а меня все время отвлекают, и жизнь у меня такая очень динамичная. И вот я думаю, я написала три урока из там какого-то количества, и думаю, ёпсерь, как же мне засесть за эти медитации, мне надо музыку выбрать, мне надо полностью настроиться, полностью это все прописать. И тут сегодня мне пишет мой мальчик со студии, Женя, с которым я работаю, который записывает на студии мои медитации, он мне пишет, Оль, завтра есть время, сможешь завтра подъехать записать? У него там всю неделю шли ремонты, и мы не знали, когда это будет. И он говорит, завтра. И я села, ребята, и за полтора часа написала три медитации. Просто вот так вот махом, потому что я поняла, что все, завтра это уже будет, значит, надо завтра записать, потому что там впереди еще у меня с десяточек, а то и больше. То есть, класс. Вот этот вот момент, знаете, как заставить себя работать? Вот так. Если у вас состояние такое, что типа вам и так хорошо, у вас нету никакого дискомфорта, вы не умираете с голода, вам все нормально, сделайте себе плохо. Тогда, может быть, вы начнете действовать быстрее. Если доход упал, изменений нет. Это говорит о том, что у вас упало, ваши мысли вас привели к этому. Что-то в вашей голове происходит, ваш мозг, что-то не тем вы его кормите, не на ту волну вы настроились. Поэтому нужно менять, нужно менять это. Если вы позволяете всему происходить, что происходит, то чего вы ожидаете? Вы должны управлять. Жизнь – это управляемый момент. Ваши мысли – это управляемый момент. Осознанность – это про то, что я понимаю, из-за чего в моей жизни плохо и как сделать хорошо. И я выбираю, как делать. Вот о чем мы говорим, вот о чем говорит рерайтер, вот чему мы учимся. А если мы типа просто, а, давайте рулем вправо, эхай, блядь! Блядь! Нет, нельзя было. Давайте что-то за педаль. Ёпсель, газ! Так, нельзя. Надо сначала прийти с инструктором разобраться. На какой марафон можно присоединиться? Можно присоединиться на рерайтер жизни декабрьский, потому что ноябрьский уже стартовал. Сегодня декабрьский стартовали продажи с 50-процентной скидкой на все версии. Будет недолго, потому что цена у нас все время растет ближе к дате, поэтому присоединяйтесь, welcome! и будем стартовать в декабре, до нового года еще успеете нормально продвинуться. Ваша аффирмация на сегодня? Да нет у меня никакой аффирмации на сегодня. Что вы подразумеваете под аффирмацию? У меня уже есть такие, знаете, жизненные установки и программы. Если вы думаете, что я просыпаюсь и выбираю на себя сегодня аффирмацию, мой мир прекрасен, но он улыбается мне, то нет. У меня уже как бы изменены очень многие убеждения, программы в принципе. То есть для меня вот это понимание позитивного мышления это как нечто искусственное. Есть то, в чем ты находишься, та парадигма, в которую ты перестраиваешься. И в моей парадигме нет множества слов, нет множества понятий, нет множества состояний, нет состояния обиды, нет состояния раздражения, нет состояния агрессии какой-то к миру, потому что я прекрасно знаю, к чему это все приводит. Я уже перестроилась, поэтому вот я, знаете, когда мне говорят такие штуки, для меня это немножко по-эзотерическому звучит, что это как, знаете, ждуны, которые сидят, какую-то медитацию или фразочку произнесли и ждут, что все изменится. Нет, ребят, нет. Медитация – это способ познания себя и разговора с собой, а не волшебное заклинание, которое что-то изменит. Аффирмация – это возможность перестройки мозга, но не тупое ее повторение, а понимание того, что ты говоришь и перестройка внутренняя того, что теперь эти слова соответствуют моим действиям и мои действия соответствуют этим словам. Я уже говорила вчера в эфире, что очень важно держать слово, данное себе. Я не даю сейчас, не произношу ничего себе вслух и не пишу в своем никаком блокнотике того, к чему я не готова идти. То есть, если я не готова ходить на тренировки, я не буду писать о том, что у меня красивое накачанное тело, потому что оно не накачается само, потому что это моя зона ответственности. Это может мне помочь, но я должна для этого что-то предпринимать, понимаете? Если я говорю о молодости и красоте, и да, я помогаю себе, когда я проговариваю такие вещи, но это не значит, что я не делаю своему лицу массаж, не покупаю ему маски, дорогую косметику, не ухаживаю за ним, не проявляю к нему любовь. Афирмации и медитации – это не заклинание, повторяю, да, это не история про то, я сказал, что я успешен и богат, блядь, что же я не успешен и не богат? Очень странненько, да, действительно, очень странная штучка. Как у вас произошел этот переход, я не знаю. Это, знаете, такие очень вещи, они же не происходят вот так вот. Это вот как ребенок хорошо запел или затанцевал. Он ходил, тренировался, 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 а потом оказалось, что он хорошо танцует. Точно так же и тут. Должно быть ваше намерение что-то изменить. Я недавно выкладывала своих детей, жизни их, в спорте, там на протяжении нескольких лет. Очень многие люди мне сказали, Оля, шок, потому что когда показываешь вот в одной сториз, да, ну там не в одной сториз, а я делала такой фильмец из сториз, и когда ты смотришь один за другим, как это, вот кажется, когда мы смотрим на результат, кажется, что человек всегда был таким. Когда ты отматываешь назад, ты смотришь и видишь, какая трансформация произошла. Вот так во всем, каждый день. Я всегда обожаю эту поговорку, что дорогу, по-моему, это даже какая-то китайская мудрость, не помню, дорогу осилит идущий. Вот она мне очень нравится. Дорогу осилит идущий, когда вы каждый день делаете шаг в шаг, без выходных, без перерывов, без жалости к себе, вы каждый день двигаетесь, вы видите результаты. И вот моя Ева, например, сейчас на танцах, которая младшая, она когда пришла в группу, было очень много девочек, которые танцевали уже до неё, и она говорила, как это красиво танцует, как это здорово танцует, а это уже в той категории танцует, а это уже в том классе танцует. Сейчас Ева обошла практически всех, за исключением там нескольких взрослых девочек и то. Ну, в общем. Она мне говорит, она приходит, она мне очень добрая, у неё даже нету такого, как у меня, соревновательного эффекта. Она такая очень добрая девочка, она мне говорит, мама, а как это я посмотрела там баллы свои, а как это я станцевала лучше, чем эти девочки из этого класса, они же там уже долго танцуют. А я ей говорю, а ты сколько тренируешься? Она говорит, ну, каждый день. Я говорю, ну, вот видишь, давай посчитаем с тобой количество часов, на которое ты больше тренируешься, каждую неделю, потом каждый месяц, и потом за год, когда мы вышли на 200 с лишним часов больше, чем все остальные, она глаза открыла и говорит, ну, это же так незаметно, я говорю, вот, в жизни так всегда. Всё незаметно. Твоё сверхусилие, оно вроде как немножко больше, чем у всех остальных, но в совокупности оно даёт ощутимую разницу между тем, что получается в результате, и тем, где находишься ты, и все остальные. Поэтому каждый раз, когда вам хочется спасать, и сегодня не хочется продвигаться, действовать, делать, подумайте над тем, что один маленький шажок ежедневно даст вам очень серьёзный отрыв. Вот и всё. Если нет ничего желания менять и делать, так не меняйте, так и не надо. Зачем? Ну, вы сейчас такой, знаете, странный человек, я не хочу есть, мама, заставь меня покушать. Зачем? Ничего не меняйте, господи. Если вам нравится там, где вы живёте, и ваша жизнь вас устраивает, какой бы она ни была, то какие проблемы? Мы говорим о тех людях, которых дискомфортно, которые хотят развиваться и меняться. Мне наоборот нравятся словечки матерные из ваших прекрасных уст. Вот, спасибо большое. Видите, как это всем, каждому нравится что-то своё. Поэтому я и говорю, что важно, чтобы вы себе нравились. Это у меня была одна знакомая, у неё был мужчина, мужчины были, которым, одним она нравилась толстая, другим она нравилась худая, она всё время толстела и худела. Причём так очень нифиговенько, больше, чем на 10 килограмм. Я однажды задала ей вопрос, а ты себе вообще какая нравишься? Ну, зачем ты это с тобой делаешь? Ну, неужели, вот, из-за какого-то мужика стоит наращивать себе жопу, её уменьшать? Вот, поэтому, вот, например, с моим мужем, когда он мне говорит, что там, ты мне как-то и так нравишься, я ему говорю, милый, вот, пожалуйста, даже не начинай. Ну, мне важно, чтобы я себе нравилась. А дискомфорта хочется меняться, а сил нет. Ну, Ян, значит, ещё не сильный дискомфорт. Подождите, пока, это, не знаю, там, рука сломается. Перестанете ходить. Что-нибудь такое произойдёт, вы же все ждёте, чтобы вам был знак. Вам придёт знак какой-нибудь, вы обязательно его получите. Вот, когда станет совсем хуёвенько, вот, тогда, может быть, вы будете спасаться, излечиваться от каких-то страшных заболеваний, заведёте свой блог в Инстаграм, у вас появится миллион подписчиков, и вы будете помогать другим людям, если не умрёте до этого. если вы такие рискованные, и вы такие вещи не боитесь вслух заявлять, то welcome, ну, welcome. Я, у меня язык не поворачивается, вообще, такое сказать вселенной, что, блин, у меня нету сил, никогда, у меня сил больше всех. У меня сил больше всех. Вот, вы правду сказали, что куда-то попало, я, надо, 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 надо действовать, не ждите, не ждите, ребятушки, не ждите, не надо ждать. Я в очередной раз, у меня появилась такая псевдоподружка, знакомая в этом центре, где я занимаюсь, у неё проблема с рукой, я уже рассказывала о ней несколько раз, ей разгибают руку, просто, у неё был перелом, но ей разгибают руку, сгибают руку, боже, как она кричит. Она вчера лежит, такая сильная, баба видно, ну, в хорошем смысле, и она лежит, и это зубы вот так сцепило, и у неё слёзы катятся, боже, я сижу рядом с ней, мне там что-то делали, я начала реветь вместе с ней, эмоционально просто подхватила её энергию, прям мне её хотелось, знаете, лечь на неё сверху, обнимать её, и думаю, блин, ну вот, вот, насколько мы не ценим простые абсолютно опции, поэтому цените свои руки, я вас умоляю, цените свои ноги, цените свой голос, которым вы можете говорить, у вас такие фантастические возможности, люди, цените свои здоровые органы, всё цените, не надо, не говорите никогда такого, что мне ничего не надо, я ничего не знаю, я не хочу, ну, не надо, не надо, может быть, вам не надо так много, может быть, может быть, вам не нужны деньги, может быть, вам не нужны какие-то супер, сверх преклонения от других людей, может быть, вам, ну, найдите то маленькое, в чём вам хорошо, это же не имеет значения, в чём вам хорошо, главное, чтобы вам было хорошо, у меня амбиции, да, у меня есть какие-то моменты признания, там, у меня своя жизнь, у каждого своя, нельзя мерить жизнь по меркам других, потому что все можем сойти с ума, да, но тем не менее, важно, чтобы было хорошо, Так, добрый вечер, хочу учусь и начинаю менять свою жизнь, но столкнулась, что все упирается в финансы Как быть, если пока нет понимания, где еще дополнительный поток финансовый найти У вас есть денежные блоки, вы не можете привлечь деньги только потому, что у вас есть ограничения в вашем мышлении Вот и все, вы должны понимать, что деньги, когда они не приходят, это только ограничения в башке Нигде больше, вот нигде больше Поэтому вам нужно работать с этим Я так или иначе приглашаю всех изначально начинать с рерайтера жизни Потому что очень хорошую часть блоков, которые очень легко с вас слетят, вы потеряете в течение первых 30 дней Это я вам точно говорю, это как, знаете, для толстого человека первые 10 килограмм Слетят легко А дальше, если вы поймете, что вам это интересно, расскажу вам, что делать дальше То есть это все прорабатывается, это все, ну нужно начать с этого Деньги это не история про то, что мне, я не могу найти как заработать, это вот тут вот история Я вам это точно говорю, вот руки-ноги даю У меня тоже есть блоки, надо снимать Да, вы не снимаете их точно по той же причине, по которой я 10 лет не лечила свою спину Знаете, по какой? Я не лечила свою спину Я знала, что ее нужно лечить, я знала, что ей нужно заниматься Я понимала, что она у меня болит, я понимала, что у меня с ней проблемы, но я ее не лечила Я ничего для этого не делала, а потом, знаете, что сделала? Просто взяла, позвонила и записалась Мне сказали, приходи, я пришла, заплатила денег и теперь хожу И мне становится легче каждый день, понимаете? То есть решение элементарное, но вы можете либо рассуждать, думать, готовиться, знать, что вам это надо Еще раз готовиться, либо можете просто взять и это сделать Все Один шаг Один шаг всегда нас отделяет от того, чтобы измениться Поэтому вот эта жизненная подготовка, которой вы все время готовитесь, что это скоро произойдет Пусть мне будет знак, пусть что-то, ну, окей, пусть будет Вот, видите, решается все просто Будет денежный марафон для нейрерайтовцев? Нет Не будет Объясню почему, потому что, во-первых, это будет некое продолжение Мы будем работать на денежном марафоне уже в медитациях с тем, что мы нарерайтили Во-вторых, это уже другое восприятие людей Ну, то есть, понимаете, это как уже первый класс и третий класс В первом классе только буквы учат, а в третьем уже решают примеры и читают книжки Вот, мне очень удобно общаться с рерайтовцами, потому что спустя месяц они понимают меня Вот, вы послушайте, я вчера выложила отзыв в IGTV от Ксюши И такие отзывы у меня лежат много на странице рерайтера жизни, видео И смешно то, что когда они разговаривают, они говорят не то чтобы моими словами Они говорят своими словами, но они начинают думать так, как я, а я начинаю думать так, как они То есть, это говорит о том, что это не заученный текст, ну, вы послушайте, сами поймете Это говорит о том, что люди, ну, как бы, знаете, мы перепрошиваемся всей одной ниткой Мы понимаем и начинаем говорить на одном языке Мы понимаем, о чем идет речь, мы понимаем друг друга во всем И это супер классно, поэтому рерайтер жизни в любом случае без него никуда Вот, рано или поздно вы на него попадете, хотите вы этого, а не хотите, тоже попадете Так, проходила денежную загрузку у одного психолога, на общение зашла После нее у меня ничего не поменялось в голове, хотя всем помогает Я не знаю, я вообще с психологами, я вчера специально послушала несколько видео на ютюбе У психологов по поводу денег, поулыбалась И история не про психолога, история про то, чтобы разобраться вообще в принципе с устройством Как все работает, когда вы начинаете понимать, как все работает У вас вот это вот уходит история про психолога, про что-то еще Психолог это такая очень узкая история, когда вас накрыло и вам нужно срочно что-то решить Вы не можете в этом разобраться никак, потому что, ну неважно, вы там с кем-то расстались Что-то произошло, когда вы с эмоцией перекрыли, и ну очень сложно самому это сделать Если говорить о каких-то таких простых вещах, как деньги, а это простая вещь Поверьте мне, я вас разложу в этом плане очень быстро Так, да, здрасте, здрасте, все, я хочу все-таки заканчивать, начинать Значит, давайте будем подводить итоги этого замечательного эфира Скажу самое главное Я вас всех жду на рерайтере жизни, потому что так или иначе нам нужно пройти эту школу Это очень интересно Сейчас у вас есть возможность попасть уже только на декабрьский поток Последний в этом году, девятый поток будет И сейчас пару дней будет цена минус 50%, поэтому не говорите мне, пожалуйста, что это мега дорого Потому что это в день сейчас порядка 1 евро Вообще смешная сумма Так что я уверена, что вы как-то можете в день лишить себя 1 евро и продержаться Все, обнимаю, целую, ссылка есть у меня в профиле Переходите, добавляйтесь, там есть и бесплатные материалы, кстати, когда вы попадете в кабинет Там будут и подготовительные материалы, короче, вы уже будете развлекаться И, нет, вас это не касается Хотела сказать, что вы можете попасть в денежный марафон, но вы не можете попасть в денежный марафон Только ноябрьский поток еще может присоединиться Но вы сможете попасть в какой-нибудь следующий Все, друзья, обнимаю, целую Надеюсь, вам было интересно, буду вам признательна, если вы пару слов в комментариях, когда я публикую это видео, отчеркнете Все, всем пока!